Привет, меня зовут Даша, и сегодня я буду изобретать велосипед. Я буду показывать, по какому принципу я храню свои книги так, чтобы побольше места, чтобы они в большем количестве умещались в одном месте. Идея не моя, идея одной из моих подписчиц, и я её воплощаю в жизнь. Первый принцип, о котором я тебе хочу рассказать, он достаточно популярный, я думаю, ты сама его практикуешь, и тем не менее, всё равно покажу. Итак, первый принцип очень простой. Он заключается в том, чтобы класть книги не вот таким вот образом над другими книгами, как мы обычно делаем, да, как многие делают, а вот так, вдоль. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, занимает гораздо меньше места книги при таком хранении, как ни странно. А во-вторых, проще вытащить книгу откуда-то из середины при таком хранении. То есть, видишь, я даже одной рукой могу вытащить. То есть, очень удобно. Если ты ещё такое не практикуешь, обязательно попробуй, уверена, тебе понравится. Например, вот на этой полке, я как раз сейчас всю свою полку в электронный вид привожу на сервере BookMix. И вот на этой полке мне хранится, оказывается, 68 книг. Никогда бы не подумала. Второй принцип, думаю, менее известен. Но он основан на таких вот маленьких книжках. BooketBook, по-моему, они называются. Да, я из них делаю подставку. То есть, книги, разумеется, те, которые я очень практически не перечитываю. Я кладу вот таким вот образом, устилаю ими дно полки так, чтобы, если поставить на них книгу, её корешок упирался бы в потолок полки. Разумеется, это делается названием наружу. Вдруг не перечитать что-то, хотя вряд ли. Чего мы этим добиваемся? Во-первых, выглядит всё это элегантнее, нежели чем просто побросать, как вот здесь, да, поверх других книг. И плюс к этому, вот для тех, кто не любит ставить книги в несколько рядов, это очень такой эстетичный способ избежать этого. Каким образом? Дело в том, что если расположить книги вот так, то название, оно как бы поднимается выше. И мы можем положить книги вот таким образом. И также можем складывать столбиком до тех пор, пока не закроется название. То есть я уже вижу, что названия закрылись, и я остановилась, и дальше не буду ничего сверху класть. Вот все нехитрые способы, в принципе. Также ещё один способ сэкономить место, он такой, он очень ни о чём. Это поставить книгу вот таким вот образом. То есть здесь мы видим, что уже никакую книгу не поставишь. Зато её можно поставить вот так, вложкой наружу. При этом на одну книгу, или даже, может быть, на две, умещается на полке больше, и одновременно полка выглядит как-то красивше. Хочу пожелать огромной личной библиотеке, и чтобы каждая книга в ней была особенно дорога твоему сердцу и очень полезна. Да.